Больше 50 спортсменов из 7 мужских команд в течение 6 недель боролись за титул чемпиона города. По регламенту, заявленному организаторами, игры проходили по круговой системе на нескольких площадках Ангарска и Иркутска. Волейболисты играли в основном по выходным и вечернее время после работы. Сильнейшие определились сразу. Лидером не тяжело быть. В принципе, я не считаю себя лидером. Это командная игра. То есть, тут должны быть слаженные командные действия. Команда перспективная. У нас, в принципе, средний возраст где-то 26 лет. То есть, пороха еще много. В минувшую среду состоялась последняя, 21-я партия в серии группового турнира. За бронзу боролись юноши из Сибиряка и коллеги из ТЭЦ-9. Команды по очереди выбивались в лидеры, но вверх со счетом 2-1 взяли более опытные игроки из ТЭЦ-9. Второе место досталось нефтехимической компании. И в пятый раз победителем первенства стал дружный и слаженный коллектив агентства недвижимости «Сакура». Наряду с сотрудниками крупных градообразующих предприятий, «Сакуровцы» в который раз выстояли и показали железную выдержку. «Сакура» – надежная команда, которая всегда поддерживает спорт. Наш коллектив очень дружный, очень спортивный. В работе такие же слаженные, дружные, обязательные. Кроме медалей за командную победу, игроков отметили и в личном первенстве. Им вручили сертификаты от спонсоров и абонементы в спортзал. В следующем году, надеются Федерации волейбола, турнир станет еще многочисленнее и будет больше ярких и напряженных спортивных моментов. Яна Попова, Михаил Терышкин. Местное время.